Видео снимается для канала Виктор Светличный. Куры инкубаторы цепляровки. Говорят, создавайте кооперативы. Сколько создано? Уже два года. Мы с вас уже спали. А сейчас поставили задачу уже около... Сколько кажется? Десять с чем-то, что ли, по крайней мере создать. Мы считали, что это надо... Если кто-то стал, то я заглядываю на ваши вопросы по врачу. Вкратце, это наша компания. Центральный офис компании находится в городе Кефта, Германия. И, соответственно, вот так выглядит. Вот этот офис до сих пор. Это старое здание, которое было еще в 30-х годах прошлого столетия построено. Немцы его сохранили. И промышленно выращивали цепля дноеров в напольниках. Это довольно-таки большой корпус. Примерно 20 на 120. Здесь полностью укомплектован корпус с системой кормления, с автоматическими кормушками. Системой паения. Все это подвешивается на подвесах. Шаг подвеса 3 метра. Также здесь можно увидеть хопперы, куда поступает корм и распределяется по всей дне корпуса. Боковые форточки. Система освещения. Зеленая фиолетовая смешанная. И система вытяжки. Здесь написано, что 40-дневные кормы достигают если свыше 2000 грамм. Сейчас уже в 35-34 дня 2 кг можно, не можно, а уже достигают. И конверсия корма составляет примерно уже не 1,8, а 1,7,1,68. Это килограмм на килограмм, значит? Да, то есть на 1 кг затраты 1,7 от корма. Вот эта вот кормушка, которая представлена на слайде, это самая популярная кормушка для выращивания бройлеров, которую используют как фермеры, как и наши крупные заказчики. Геометр чашек 330 мм, нагрузка по инструкции 55-82 бройлера, но по факту максимально мы сажаем 65 голов на эту кормушку. Связано это с содержанием с нашим местом, с менеджером, с кормлением и так далее. Кормушка раскладывается, то есть разбирается полностью и закреплена она не на каких-то там креплениях, а все на защелках. Даже вот когда к трубе она подсоединяется, ну вы можете здесь посмотреть на этой кормушке, она подсоединяется за счет клипса. Стоимость этой кормушки 5,77 евро, у нас стоимость евро, потому что компания европейская, и зависит от курса. Например, если там курс 72 рублей, то цена умножаете на 70, то есть а курс 60, то наш дешевле. То есть все зависит от курса. 400 рублей. Ну, грубо да. Они есть на складе у нас в Калуге, но опять-таки я повторюсь, это под автоматизированную линию. Многие фермеры, ну не хотели в сфере каких-то своих убеждений покупать вот эту красную кормушку, да, они приспосабливали в автоматическую кормушку по ручной. То есть срезали вверх кормушки, крепили туда ведло и таким образом делали из автоматической кормушки ручную. Вот эта вот кормушка, она же в разрезе. То есть вообще линия кормления состоит из металлической трубы, круглой, отсылкованной. Длина трубы идет везде стандартная, трехметровая. Она может быть на 3 кормушки, на 4 кормушек, на 5 кормушек на одной трубе. Самый популярный вариант, на одной трубе 4 кормушки. Простой и быстрый монтаж крепится на трубе либо жестко, либо свободно, качаясь в зависимости от того, какая у вас птица. Для бройлера используется кормушка именно качающаяся. Смысл такой, что птица когда подрастает, она уже уплотнена, если вы в корпус можете войти, там просто белая по кроваву. И соответственно, птица тяжелая, ей нужно пройти, например, от одного участка птичника на другой, мимо кормушки. Если там 2-3 облокотятся на кормушку, то они могут ее помять, там сломать, что-нибудь такое. Поэтому кормушка откачнулась, птица прошла, кормушка вернулась на свое место. На каком расстоянии ставятся кормушки? Ну, смотрите, 3-метровая труба, 4 кормушки, 3 по 5 кормушки, да. Это самый популярный вариант, можем до 5 кормушек, это если переуплотнение идет. И корм гранулированный, да? Для этой кормушки лучше всего рекомендация, это гранулированный корм. Ни в коем случае не мука, потому что у нас были прецеденты, когда муку засыпали в линию кормления, корм слеживался и не проходил. То есть ни окисления, ничего не происходит, да? Нет, нет, этого ничего нету. Главное, гранулы, можно небольшую гранулу, можно поменьше гранулу, но главное, чтобы это было не мука. Кроме того, мы можем свои кормушки, ну, в том числе вот на этой кормушке есть... Можем дополнительно сделать вот такой вот заслончик. Этот заслон позволяет нам перекрывать, например, у нас 4 кормушки. Рассчитано на 10 тысяч голов, да, вы посадили 5 тысяч голов. Зачем вам во всех кормушках корм? Вы перекрыли через каждую кормушку и, соответственно, одна пустая, другая полная идет. То есть вот такая возможность. Есть заслонка, есть без заслонки. Ну, то есть вот вы хотите сказать, с этой кормушки 65 долларов, да? Да, но эта кормушка, если вы обратили внимание, то мы сейчас рассматриваем кормушку Броллиума. Эта кормушка пятиручевая, она больше адаптировала на лодку, гуся, индейку, демилеры. И еще, почему я взял эту кормушку? У нас был прецедент совсем недавно. То есть у нас эту кормушку купили для выращивания перепелки. Соответственно, вот этот фартук, этот фартук ставится на крупная птица. Ну понятно. И потом, чтобы им не было русских. Потом он отстегивается. То есть для перепелки он не нужен. Отстегиваете фартукой. Почему взяли? Потому что высота этой кормушки гораздо ниже, чем высота додобровенной кормушки. И по их задумке, то есть не хотят сделать одну линию автоматизированную, и поэкспериментировать, как перепелка будет на нее ездить. Хотя изначально эта кормушка в инструкциях не предназначена для выращивания перепелок. Будут пробовать и нам интересно, что получится. То есть если у них получится, то мы можем рекомендовать фельдеров, например, эту кормушку для выращивания перепела. Да, ссылаясь на определенное хозяйство. У него не поможет туда будет залазить полностью. А цепленок тоже залазит полностью. То есть суточный, когда сажают в эту кормушку, он первое время залазит, кушает, потом подрастает и уже не лазит. Вот. Значит, труба означается шнеком. С помощью мотор-редоктора идет вращение, и корм продвигается по всей линии кормления. Максимальная длина, на которую тянет наш мотор, это до 120 метров. Изначально, когда кормушку поставили, цепленок суточный, нужно кормушку заполнить кормом. Чтобы заполнить кормом, включили мотор-редоктор, он прогнал по всей линии корм. Потом взяли кормушку, прокрутили ее, каждую раза три-четыре, заполнилась кормом. И у нас есть вот такая вот штука, называется стакан. Он регулирует подачу корм, то есть уровень корма, сколько его необходимо в кормушке. Соответственно, когда цепленок суточный, нам нужно максимально поднять стакан, чтобы цепленок видел корм, шел на него, понимал, что здесь корм. Через неделю мы опускаем все кормушки в третье положение и до конца вращиваем. Здесь на кормушке не видно, но вот здесь, если не посмотрим на картинке, есть загнутый внутренний бортик, который обеспечивает отсутствие россыпи корма при кормлении. В-образное дно кормушки позволяет, если вы видите, разрезит, разрезит, В-образное дно кормушки позволяет утапливать ее под стенку. И вот эта вот округлая часть кормушки, очень важный элемент, превращает намины на грудной мышце птиц. Потому что грудная мышца это самая ценная часть птицы, если у вас будут мозоли и намины, продать ее будет сложновато. Либо в переработку, либо дала существенную скидку. Поэтому здесь... А в этой кормушке этого нету, да? Нет, в этой кормушке тоже есть. То есть, весь фар только отстегивается, другая штука, другой пристегивается. Это просто уже, как бы, подкрупную птицу, да? Ну понятно. Если подкрупная птица, она уже не трется, она уже головой отсюда выдает. Да. И варианты этих кормушек, да? Вот есть с заслонкой, есть тоже с заслонкой и с ячеистым дном. Ячеистым дном позволяет нам кормить таких кис, как курмисушек, где нужно ограничить поступление корма в кормушку. Ограничение идет за счет вот этого вот утреннего цилиндра. Он снижает корм на две трети кормушку. А ячеистым дном позволяет более сконцентрировать корм на участке, чтобы птица его видела. То есть кисушку важно не перекормить. Кормится по весам и применять такие вот кормушки. Ну и также есть без заслонки кормушка, если честно, но также без заслонки. Очень важно следить за, как на ручной кормушке и как на автоматической кормушке, очень важно следить за высотой в кормушке по сравнению с птицей. То есть нам нужно, когда цитилок в суточный, кормушка ставится просто по полу. Потом по мере его роста, согласно инструкции, кормушка поднимается с помощью лебедок по росту птицы где-то на уровне ее шеи. Ну да, вот тут суточный кормушку есть. Нет, суточный надо на пол опустить. Ну вот, вот кормушка. Нет, но эта кормушка, конечно, вам объясняет. Нет, держись. Фартук снимается, да? Этот фартук снимается, а вот эта вот кормушка, вот она, сейчас я ее показываю. Вот, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это для суточного идет. Принцип действия линии. То есть здесь показана линия тюре. Значит она у нас, в начале линии находится хоппер, куда-то вступает хорн. Здесь можно использовать два варианта. Если это личный подсобный хозяйство, небольшой корпус, там, примерно 10 метров в длину, там, ну, 12 метров, то можно за мешок занести, засыпать его сюда в хоппер. Если это большой корпус 1896, у мешков вы, к примеру, не наноситесь, там делается еще поперечная система подачи корма. Чуть-чуть дальше посмотрим. Значит, корм поступает вот сюда, на другой противоположной стороне линии находится мотор-редуктор и находится контрольная кормушка. Контрольная кормушка снабжена датчиком уровня корма. Считается, что если у вас посаженный кисок в корпусе по нормам, то употребление корма у вас будет равномерно. И когда подъедается контрольная кормушка, соответственно, подъедаются одинаково и все остальные кормушки. Датчик емкости корма дает сигнал на мотор-редуктор, что необходимо, например, добавить корма. Подается сигнал, мотор включается автоматически, опять корм подается до уровня, который запрограммировано в датчике, в емкостном датчике. Ну, а датчик стоит, наверное, близко к мотору, да? Потому что по трубе пока дойдет кормушка. Вот смотрите, мы ставим его на предпоследнюю кормушку. То есть вот он мотор, вот он на кормушку. А предпоследняя от этого бункера? От мотора. От мотора предпоследняя, да? То есть вот эта линия, она миниатюрина. То есть теоретически последняя может быть пустая, да? Последняя кормушка, в принципе, на оптице будет у вас золотой, но трос это корма. По спине, да? Да, у вас будет рассыпь корма. А если вы добро, то высоко, соответственно, птиц не достанет. Да, так приятно. После того, как тур закончился, птицу выгружают с корпуса и нужно промыть эти кормушки. То есть кормушки не нужно снимать с каждой линии. Это именно качающийся, да? Да, это качающийся. Просто под напором воды, вы видите, вот в кормушку он прям нацеливает струю. С ней ничего не происходит. Шнек не попадает, вода под корм не прилипает. Да нет, не попадает. Вон там она потно закрывает, закрытая вообще полностью. Поэтому вред в том, что она попадает. То есть а конденсат не попадает? я начинал, ты даabord �езборок, с�แตка,